Добро пожаловать на Экспо. Как вы знаете, я являюсь не только послом Соединенных Соединенных Штатов Америки в Казахстане, но и комиссаром павильона США Экспо. И очень рад, что со мной сегодня есть наш исполнительный директор, глава павильона, господин доктор Уокер, который только что приехал сюда, и одна из наших студенческих амбасадеров, послалов, я бы сказал, Вера Солнцин, которая из штата Миннесота. Но есть у нас 40 студентов из вузов США, из различных штатов, различных, даже есть пополам, например, это 40 студентов, 20 женщин, 20 мужчин. Это прекрасное представительство Соединенных Штатов Америки. Но до того, как я буду сказать несколько слов, я хотел бы обратиться на вашу внимание на экран, и давайте мы посмотрим видеоролики про павильоны США. Пожалуйста. Этим летом в городе Астана Америка представит источник бесконечной энергии, который лежит в основе всех нас, в наших идеях и в отношениях между людьми. Павильон США, являясь одним из самых больших на выставке Экспо-2017, познакомит вас с новейшими технологиями и признанными инноваторами. В павильоне вас будут рады приветствовать 40 талантливых американских студентов, готовых помочь вам узнать о США и передовых технологиях этой страны. Также в рамках выставки Экспо будьте готовы к музыке, танцам, лекциям, мастер-классам, культурным мероприятиям, которые вдохновят вас и пробудят ту самую бесконечную энергию внутри каждого из вас. Ведущие американские специалисты в области энергетики, инженеры и программисты посетят Астану, чтобы поделиться своим опытом, встретиться с казахстанскими коллегами и вдохновить будущее поколение. Почувствуйте энергию танцоров из Illuminate, Island Moving Company, рок-музыки от AC Dick и Soul от Майи Азуцена. Познакомьтесь с первой в истории американской командой по Кокфару. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши страницы в Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе происходящего, а также иметь возможность выиграть билеты Экспо и прочие призы. Тема нашего павильона на Экспо это бесконечная энергия, потому что мы думаем и считаем, что источник бесконечной энергии не только в Америке, но мира это люди, это вы, это инновация, это креативность, которую мы будем продемонстрировать на экранах в павильоне США на Экспо. Но до открытия выставка, к которой правительство и частные компании Казахстана и США готовились в течение последних лет, осталось всего два дня. Я хотел бы поздравить Казахстан с тем, что он успешно принял проведение выставки Астана Экспо. И Экспо это то место, где американские компании могут взаимодействовать с действующими и потенциальными инвесторами в сфере энергетики и работать над теми решениями, необходимыми всему миру для достижения будущего, например, который будет соответствовать потребностям людей и будет способствовать устойчивому экономическому росту. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 300 совместных Казахстану американских предприятий и около 100 американских компаний. Для сравнения, вот в 1994 году здесь в Казахстане было не более 50 американских компаний. И это примечательный период роста, который показывает, насколько привлекательен Казахстан, и отчасти в плане человеческих ресурсов. Казахстанцы – это умный народ, это хороший образованный народ, и казахстанцы ищут инновационные и качественные продукты, произведенные в США. В течение всего лета, три месяца Экспо, наша дипломатическая миссия в США, в Казахстане будет спонсировать более 20 культурных мероприятий, начиная от различных концертов до кинопоказов и семинаров по компьютерному программированию и робототехники. И также будут команды американских ковбоев, которые вы видели там на экране, которые будут соревноваться в, конечно, настоящий казахстанский спорт – коккары или коккары. Вы знаете, я работал там в Узбекистане, это звучит по-другому чуть-чуть. Но, конечно, вот пользуясь этим замечательным случаем, мы хотели бы больше рассказать и лучше познакомить казахстанцев с разными аспектами американских культур. И наша культурная программа позволит каждому, кто посетит Астону во время проведения Экспо, больше узнать о США и наших инноваций, наших ценностей, нашей культуре. И так, как активная гражданская позиция и наша толерантность. Следующие за нами страничками и нашими страничками на Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе наших мероприятий, которые будут проводиться в течение всего лета. Я готов ответить на наши вопросы, но после того я бы хотел передать слово доктору Уокеру, нашего главы павильона в США. Добрый день, меня зовут Джоша Уокер, и я являюсь президентом павильона США. Я хотел бы поблагодарить посла Кролла за его представление, а также отдельная моя благодарность всем вам за то, что разделяете с нами эту минуту. Я очень рад быть здесь, в Астане, на Экспо-2017. Я бы хотел поблагодарить всех казахстанцев за ту доброту, гостеприимство и теплоту, с которой нас приняли здесь, в Астане. Люди со всего света собрались здесь этим летом, чтобы обсудить тему энергии будущего и лучшего будущего для всех нас. Будущее, которое мы создадим все вместе, общими усилиями. Это сотрудничество и инновации, и есть источник бесконечной энергии Америки. Гости нашего павильона ощутят на себе эту неиссякаемую энергию наших граждан. Гостям нашего павильона будет представлено три шоу, как вы видели сейчас в ходе презентации. Каждое из этих шоу будет демонстрировать новейшие технологии, и мышление наших спонсоров передает самое лучшее, что есть в США. Я хочу поблагодарить наших международных спонсоров Chevron и General Electric, ведущих спонсоров IES, Citi, ExxonMobil, Floor и MasterCard, а также множество наших партнеров. Что действительно сделает павильон США уникальным, так это послы-студенты, такие как Вера. Наши послы-студенты будут представлять лицо Америки, встречая гостей в павильоне и давая каждому возможность поговорить с будущими лидерами Америки. Они представят наш источник бесконечной энергии, нашей инновации, изобретательности и нововведения. Я гордно находиться здесь, рядом с двумя послами, с настоящим и будущим. Рад представить вам Веру Свонсон, одного из наших студенческих послов павильона США и наш источник энергии будущего. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Вера Свонсон. Я одна из 40 американских послов-студентов на экспо здесь, в Астане. Я очень рада находиться здесь. Я родилась и выросла в штате Миннесота, училась в университете Висконсона, где и подружилась с многими студентами-казахстанцами, что было, я думаю, не случайно, так как происхождение моих дедушки и бабушки из города Тараза. И еще мне представилась уникальная возможность обучаться в течение этого года в Казахском университете имени Аль-Фараби в Алма-Ате. И сейчас я знакомлюсь с столицей Казахстана, которая меня очень восхищает. И кендала не уступает величию алматинских гор. Моя специальность — экология. Меня очень интересуют особенности природной среды Центральной Азии и Казахстана. И поэтому я выбрала второе направление образования — русский язык. Тема павильона США — это бесконечный источник энергии. На нашей планете таких источников необъятное количество. Во взаимодействии с Казахстаном и с другими странами и партнерами мы хотим достичь глобальных целей. И только объединяя лучшие идеи и достижения человеческого разума, который и является вот этим неисчерпаемым источником энергии, мы сможем сохранить необходимые ресурсы и решить многочисленные экологические и энергетические проблемы нашей планеты. Я надеюсь, что все эти идеи, представленные здесь, на Экспо, будут реализованы в скором будущем. Да, все наши студенты изучали русский язык. Для некоторых это их специальность. Я точно знаю, что среди нас 16 языков. Так что не только русским владеют, а также другие языки. Но мы будем всех приветствовать и на русском, и на английском. И мы сейчас стараемся выучить ваш казахский язык. Так что посмотрим, как у нас получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова